Привет, друзья! В эфире канал Насталки Лайф И сегодня у нас в гостях Иван Лашин Привет! Надеюсь, все за экранами такие Итак, начнем с амулета И будет ли какое-то вступительное слово к нему? Ну, то есть, прежде чем ты начнешь рассказывать правила Может быть, ну, типа, кратко о чем игра, что происходит А потом перейдем к технической стороне Хорошо, давай, наверное, начнем с того, что я не автор этой игры Автор этой игры Владимира и Алена Соколова Они из Петербурга Соответственно, они впервые представили эту игру на Грани Коне Насколько я помню, еще 16-го года Два года ребята дорабатывали эту игру После этого игру взяла Лавка Игр И спустя какое-то время игра попала к нам Соответственно, после этого мы ее еще дорабатывали какое-то время И вот, наконец, за это время игра успела обрасти режимами У нас появился соло, у нас появился кооперативный режим За это время... Ваня где-то слидет Спасибо, как За это время игра успела обрасти какими-то новыми механиками, деталями Например, миньками, как вы видите здесь У нас есть классные миньки Покажем? Которые будут в коробке, да, давайте их покажем Покажем, давай Вот, соответственно, это клерик Это охотник Будут еще другие миньки Точнее, есть другие миньки, но мы их не достали Попозже мы поиграем Ты пока говори, а я сейчас... Соответственно, про что эта игра, что здесь вообще такое происходит, кто мы такие На сказочное королевство постоянно нападают монстры Соответственно, мы какие-то отшельники, которые пришли сюда, чтобы Отплатить свои долги обществу И заодно Снять древнее проклятие с нашего рода При помощи сбора магического амулета Который позволит нам, наконец Наконец Избавиться от Нашей плохой судьбы И вырваться Из лап этого Охваченного монстрами королевства Соответственно Все это будет происходить В этой игре мы будем играть какое-то количество раундов Каждый раунд это неделя Количество недель зависит от количества игроков И наша цель, кроме, соответственно, непосредственно сбора этого амулета И получения очков за него Убийство монстров, получение очков за них Собственно, свои прокачки Становление более сильного персонажа Вот И получение, соответственно, какого-то достатка Чтобы унести это с собой В дальнейший мир, скажем так Я думаю, в могилу Когда мы отсюда уйдем, понимаешь? Мы все-таки хотим, чтобы в этом королевстве стало лучше Мы избавились от своего проклятия И отсюда ушли Как все настоящие герои Жить долго и счастливо Крутяк Вот Соответственно Извините за не очень хорошую историю В коробке с игрой будет несколько историй Они, соответственно, в кооперативном режиме Вам помогут рассказать больше И отыграть больше Но В целом Это в первую очередь Ролевая игра Поэтому у каждого персонажа Есть своя маленькая предыстория Почему он здесь Зачем он здесь Это какое-то сказочное королевство Которое находится под атакой Почему так получилось Вы сможете лучше прочитать в правилах Или в книжках Я вам здесь в первую очередь Чтобы рассказать Как в это играть И Сегодня мы с вами будем играть Соответственно Мы с Тимуром будем играть В Компетитив Ну и соревновательный Я забыл слово Соревновательный Извините, пожалуйста В соревновательном режиме Соответственно Соревноваться Кто из нас Станет лучшим героем В этой области Соберет больше победных очков Славы, почета И уважения Кричать Соответственно Я сегодня буду представлять Светлые силы В виде клерика Тимур будет Видимо не таким светлым Зато в клевые шапки Охотником На ведьм Покажи вот эти мимочки Которые я доставил Сегодня не с нами Но также присутствует Прекрасная магичка А также Суровая разбойница Разбойница А это? Это разбойница Прикольно Я просто планшеты там В коробке На глубине И Также есть пятый персонаж Паладин Но почему-то его мимки Я здесь не вижу Ну я вот Что ты нашел? Что на поверхности Также у нас есть Паладин Да Вот Соответственно Каждый персонаж Обладает Уникальным набором оружия Соответственно Вы можете увидеть Что у клерика У меня есть Вот мои четыре стартовых оружия И Так же два Предмета Которые прокачиваемые Более крутые У каждого персонажа Есть свой планшет На котором есть Свой скилл три Как вы видите Один скилл у меня Уже разблокирован Вот он лежит То есть он должен был Вот здесь лежать С трем Тут вот отверстие Прямо под него Да-да-да Он первый Сразу разблокируется Чтобы помнить Что это происходит Так Я не очень понял Все смешалось В нашем королевстве А Это вот отсюда Это вот отсюда А это у нас лишнее Но здесь лежало Видимо для примера Хорошо Этим я тоже сейчас воспользуюсь Соответственно Вот мой планшет Я буду играть за клерика Как будет вообще происходить игра Что мы тут будем делать Давайте сразу перейдем Видимо к правилу Давай Вот Это игра На механике Соответственно Передвижения рабочих Или Странствия героев В нашем случае Соответственно Мы будем играть Несколько раундов А всего их будет Шесть Семь Извините Семь раундов Соответственно Каждый раунд Начиная с первого игрока Который будет каждый раунд Переходить Мы будем двигаться Из нашей текущей локации В любую другую локацию И выполнять ее действия Локации в этой игре Несколько типов Есть Боевые локации Где они Предстоят Предстоит сражаться И мирные локации Где предстоит Восстанавливаться После сражения Вдыхать Вдыхать Закупаться Снаряжением Делать всякие Мирные вещи В первую очередь Давайте поговорим Про боевые локации Поскольку Естественно Это РПГ Всем в первую очередь Интересна боевочка Возможно нет Но в этой игре У нас Упор В первую очередь На это Соответственно У нас есть Два похожих Две похожих Боевые локации Это Логово И Особняк Соответственно Они находятся На разных берегах Реки здесь В которых Есть какое-то Количество монстров В данном случае То есть Вот эти монстры Которые лежат В краю поля Они относятся К этим локациям Соответственно У нас Два монстра Будет появляться Каждый раунд У нас будут появляться Новые монстры Каждый раунд Два монстра Появляться В логове И один монстр Появляется В особняке На Двое игроков Соответственно Если бы у нас было Другое количество Игроков Монстров У нас было бы Другое количество Привет Ваня что за игра интересный ролик для миль очень интересная игра соответственно я прихожу в эту локацию здесь я могу сражаться что мне для этого нужно я должен выбрать одного из монстр с которым я хочу сражаться давайте для примера у меня будет еще вот монстр здесь лежать я выбираю его когда его выбрал вместе с тем чтобы это делать я должен выбрать оружие которое я буду использовать у меня есть широкий арсенал в данном случае из 3 предметов вооружения я смотрю обращаю внимание на красные точки красные кресты их я должен буду закрыть своим оружием чтобы нанести монстр урон и в данном случае я пожалуй выберу свой кинжал потому что он дает мне дополнительный опыт и например я выберу кинжал и меч соответственно эти два предмета я в этом бою не использую кроме этого поскольку это логово мне на помощь выдвигается воин из замка выйди мне пожалуйста воина как можно можно сразу положить вот у тебя там мечи которые можно сразу положить что здесь будет не то есть здесь будут мечи а вот этими друзья это кресты все верно а кресты в особняке кресты в особняке потому что в особняке монастырь и оттуда будут приходить монахи они лежат другой стороной потому что у нас пока нет не была прокачена эта локация пока не выполнили классную прокачку соответственно мне на помощь приходит храбрый воин теперь когда я выбрал как я сражаюсь я переворачиваю монстра и начинаю непосредственно сражение как видите карта монстра поделена на клетки соответственно 4 на 6 клеток и на части клеток есть разнообразные иконки у нас есть кресты которые мне нужно непосредственно закрыть чтобы победить монстр есть капли крови это раны которые мне наносит монстр если я эти клетки не закрою не заблокирую своим оружием и монетки соответственно с кристаллами чтобы получить их мне наоборот надо оставить их открытыми соответственно не повредить особо ценные части монстров которые за эти монетки отвечают теперь я должен используя свое оружие закрыть части из этих часть этих клеток так чтобы как минимум убить монстра вот если я это не смогу то у нас боя кончится ничьей скорее всего если монстр меня не убьет то есть я хочу или его убить или вы в итоге в идеале я хочу его убить получить наименьшее количество урона окей вот соответственно используя свое оружие я буду это делать какие есть ограничения по использованию оружия вот есть такая прекрасная памятка на оружие есть символы что они означают вот этот символ треугольников снизу означает что эта клетка я не с той стороны покажу что эта клетка оружия обязана быть с краю то есть она обязана прилегать к краю карт и вот так вот так вот так можно вот так нельзя потому что она не прилегает к краю карты именно вот это по вторая клетка то есть да то есть я могу так поставить да строго 2 . щиты например вот такие щиты на оружие означает что этой клеткой я извините щиты на оружие это означает что я этой клеткой не могу нанести монстру урон то есть я не могу закрыть крест ей можно только защититься от раны монстров но ран я могу им накрыть да то есть урон нельзя это все остальное можно только урон нельзя но из лет у которой чем чем угодно накрывать ты для смысл изображения щита но потому что я не могу им атаковать а мысли полипа все это защитная клетка я атаковать все конкретно этой клетки это не просто нечего да вот соответственно значок опыта означает что если я использую это оружие я получаю дополнительный опыт значок сердечко означает что я получаю дополнительно устанавливаю жизнь монетка бывает на оружие означает что я получаю дополнительные деньги и наконец кристалл означает что только используя это оружие я смогу извлечь душу монстра то есть получить тот самый кристалл если он есть на карте то есть если я пришел на монстра и у меня среди оружия даже если там остался кристалл нет соответственно кристалла качестве иконки кристалл с монстра я получить не смогу кроме редких случаев когда мне специальный эликсир для этого соответственно в данном случае я решил подраться с этим монстром я выбрал оружие давайте к я проведу бой вывод кинжал я должен выложить на углу или эти клетки могут быть свешены соответственно я могу свешивать часть оружия за край карты если мне это необходимо но так мне кажется это более эффективно соответственно здесь я закрыл две раны здесь я закрыл соответственно нанес урон и наконец у меня остался меч которым я воспользуюсь нет не получается никак не не соответственно никак мнение не получить меньше ранений в данном случае я получаю три ранения отмечают на своем планшете я получаю две монеты 2 до этот между кинжалами и над мечом да да получаешь две монеты получать получаю соответственно зеленый кристалл потому что у меня есть кристалл на моем оружии и когда я получаю кристалл я тут же должен выбрать хочу ли я поместить этот кристалл свой амулет или я хочу оставить его при себе так для дальнейшего обмена или соответственно получение очков конца игры то есть если ты берешь кристалл ты должен сразу же выбрать или он идет в амулет или он идет сюда в данном случае я пожалуй поставлю кристалл вот сюда вот сюда почему как вы видите мой эмулет состоит из различных зон соответственно на каждой зоне написано количество победных очков которые эта зона принесет если я закрою все камни которые входят в эту зону да ребята вам должно быть видно вот синий красный оранжевый образует зону где тройка да внутри то есть если ты поставишь три кристалла вот ты получишь эту тройку в качестве победных очков да да а синий оранжевый оранжевый пятерка но соответственно несколько кристаллов они пересекаются в одних и тех же зонах поэтому я выбрал специально эту зону потому что она мне одновременно дает возможность получить и 5 и 8 очков и я решил что это хорошее место чтобы начать собирать мой эмулет все дальнейшие камни я также могу ставить в любое место в эмулете вы не ограничены никакими соседствами просто помните что все зоны все камни которые не входят состав какой-то зоны не принесет вам ничего то есть в на амулете в конце игры победные очки принесут только закрытые зоны вот если например я больше ничего не поставлю то так я получу 0 очков за этот камень а если я бы его оставил то я получил 1 очку ну просто каждый не использованный камень просто 1 да да такая крутая боевка сделать играть только в сеттенке сказок старой руси и с этой боевкой он что-то знает и троллит да нет не знает просто троллит так вот продолжим продолжим соответственно в данном случае бой прошел что происходит дальше что происходит после боя конечно же прокачка я получаю в одно очко опыта за соответственно использование кинжалов а ну за символ который на оружии было моё оружие ломается я забираю себе карточку этого монстра он дает не еще одну очку опыта то есть я должен сейчас взять два опыта там по моему есть вот там вот прекрасном органайзере есть беленькая вот эти штучки вот эти штучки да да и этот опыт я тут же должен куда-то потратить соответственно как видите у меня есть моё древо талантов снизу видно что от моего первого изученного таланта отходят стрелочки средства двигать по этим стрелочкам я могу вкладываться в одно или в несколько умений соответственно с двумя очками опыта я сейчас могу тут же например разблокировать плеть получить новое орудие или разблокировать обилку которая позволяет начинить орудие если я дрался утром а не дрался не дрался утром соответственно раунд у нас будет про пробилки я расскажу чуть позднее или разблокировать вот эту обилку и начать вкладываться в следующую или в одной на текущем уровне еще раз сколько опыта нужно а вот здесь вот есть пометки стрелочки а сколько опыта нужно сейчас я от 1 до 3 сейчас я покажу ребятки вот смотрите на свитках да на моем свитке есть я чуть ниже а вот да они сбоку вот они ай вот они сбоку видите одно очков то одно очков то тут два такие да к сожалению цифровая печать все немножко темнит естественно это прототип хоть и красиво отпечатанный на печати все это будет лучше видно и понятно соответственно в данном случае допустим я решил вложиться в новое оружие прокачал его и получил себе тут же тайл нового оружия который я смогу использовать дальнейшем вот все мое использованное оружие сломалось воин вернулся обратно оружие сломался видео вань перевернул же то есть все оружие которое ты используешь она ломается в течение боя да и ты можешь использовать не более двух оружий за раз потому что это тебе указывает соответственно действие подожди вот это да и использовать два оружия плюс получи воина и победи монстра чтобы вот как это работает да окей а это же я смотрю вот еще зона сражения да да соответственно у нас есть две зоны сражения с обычными монстрами и и какая же у нас игра без элитных монстров так которые спрячутся глубоко в подземелье как соответственно здесь можно сразиться с этими монстрами с подземелья примерно по тем же правилам то есть ты используешь два оружия но к сожалению в подземелье никто с тобой не спустится поэтому туда рекомендуется спускаться только опытным приключенцам которые запасутся эликсирами и магическими артефактами как это сделать магическими заклинаниями как это сделать я расскажу чуть чуть позднее именно сейчас соответственно на другом конце поля мы видим что у нас есть магическая лавка придя в магическую лавку вы можете потратить деньги чтобы купить от одного до трех заклинаний соответственно если покупаете одно заклинание то может быть любое заклинание чтоб по эти два заклинания то обязаны быть два разных по стоимости заклинания 3 значит все три должны быть разной пусть если вы купите все три рано заклинания в качестве дополнительного бонуса волшебник подарит вам также зеленый кристалл который Вы тут же сможете поместить свой амулет Или сохранить Это указано прямо на действие Кроме этого Сверху указано, что приходя в лавку Вы также чините одно из своих сломанных оружий Переворачивайте Ребят компании нет Возможно за качество камеры Не видны здесь иконографики Но тут меч И стрелочка И инструменты нарисованы А стоимость заклинания Это просто их Да, 3-4-5 В правом верхнем углу Или он Покажи ребят Это не туда Видите, стоимость В левом верхнем углу Окей Вот Соответственно заклинания Работают как гранаты Соответственно после того, как вы Вскрыли монстра или босса Вы можете дополнительно К тому оружию, которое вы применяете Применить любое количество заклинаний Примененные заклинания Возвращаются обратно в резерв игры Остальные игроки смогут их после этого выкупить Ну то есть Соответственно Если вдруг здесь ничего нет Я не могу заклинать Да, ты не можешь ничего купить К сожалению Что у нас еще есть У нас есть локации Ярмарки Это вот эта, да? Да Если у тебя ломается много оружия Приходя на ярмарку Ты можешь починить сразу три из них Кроме этого Это локация В которой можно обменять свои кристаллы Например, если бы у меня был кристалл Который мне был здесь не нужен Я мог бы прийти на ярмарку И отсюда его Соответственно Со своего персонажа Со своего запаса То есть Не тот, который в амулете Убрать И получить новый кристалл Который, например Тут же засунуть в амулет Или оставить на своем персонаже Зачем? Потому что Игроки Если они хотят Могут При нахождении на одной локации Если кто-то приходит к другому игроку Обменяться, например, кристаллами Которые находятся у них в запасе Амулетами Деньгами Это особенно важно в кооперативном режиме Но может быть также удобно в соревнователе Следующая локация Деревня Деревню можно починить одной из своих оружий Кроме того В ней можно прогнать монстров Которые напали на деревню до этого Предыдущих раундов Все монстры, которых мы не победим За раунд Будут нападать на деревню ночью С утра они будут слабые Можно будет их, соответственно, просто прогнать Соответственно В зависимости от того Сколько монстров здесь скопилось Игрок, который это делает Получает кристаллы Соответственно Если здесь от одного до трех монстров Игрок получает один кристалл Если здесь четыре или больше монстров скопилось Игрок получает два кристалла А любые, я думаю Ты выбираешь, которые есть на монстрах То есть в данном случае Если бы все эти три монстра ушли Можно было бы получить только черный А если бы два кристалла Мог бы два черных получить? То есть если бы четыре монстра Да, было бы четыре Мог бы получить два черных А если бы на монстрах было три В общей сложности кристалла Я выбирал бы два из них, да? Да Окей Следующая локация, про которую я хочу поговорить Это монастырь Соответственно монастырь находится здесь Приходя в монастырь Игрок восстанавливает все свои жизни И может купить один из эликсиров А, вот они Блин, я даже не заметил их Соответственно У нас есть несколько эликсиров Всего из десяти эликсиров В каждой партии участвует всего пять из них То есть ты случайно сюда разложил? Да У каждого эликсира есть своя стоимость Почти У каждого эликсира есть своя стоимость В этом углу Кристалл, который игрок получает тут же Когда его покупает? Когда его покупает Так И дополнительный эффект Соответственно этот эликсир, например Позволяет использовать дополнительный жетон оружия В бою А этот эликсир позволяет Игнорировать эффект монстра И получить кристалл с монстра Когда монстр нападает на деревню Вот Соответственно Так работают эликсиры Какое же РПГ без квестов? Соответственно для квестов у нас есть специальная локация Замок Приходя в замок Игрок может выложить одно из своих оружий на квест Также получает опыт Так За то, что он это сделал Соответственно То есть вот прямо на эту карточку квеста Прямо на эту карточку квеста Ты выкладываешь одно из своих не сломанных орудий Давай я покажу, как это работает Соответственно у квеста также есть Места, которые надо закрыть Ага Вот Соответственно я выкладываю свое оружие Обратите внимание, что На квесте есть кристалл И если я хочу получить этот кристалл в качестве награды Я должен не забыть выложить Оружие с кристаллом Оружие с кристаллом Соответственно, когда квест будет выполнен Все игроки А будет он выполнен, когда будет закрыто Все игроки получат деньги Которые остались открыты на этом квесте Но я могу класть туда только одно оружие Спасибо А тебе привет Ну поздорово, что я отвечу Привет Надеюсь тебя завтра увидеть Так вот Все получают деньги Соответственно, если один игрок выложил несколько орудий То он все равно получает деньги только один раз Но зато никто другой не получает Зато никто другой не получает То есть надо закрыть крестики все Да Вот Чем раньше ты закроешь крестики Тем быстрее оружие к тебе вернется Что дает этот квест? Кроме денег Он дает прокачку Причем прокачку он дает какой-то локации всем игрокам Соответственно, в данном случае Первый квест, который мы выполним Прокачает нам какой там верхний тайм? Квест? Нет Ты не понимаешь, что ты прочитаешь А, вот это? Я не понял, сразу Это донжен Соответственно, он прокачает нам подземелье То есть, как... Объясни Ну, соответственно, мы выполнили квест Карточка уходит Мы берем верхний тайм отсюда Угу Вскрываем его и выкладываем его на место подземелья И теперь до конца игры Действие подземелья Просто возьми его, открой и выложи сюда А, да? Да, и действие подземелья прокачивается Так, а чем она отличается? Тут какая-то стрелочка появилась Теперь, вместо того, чтобы сражаться с монстром в закрытую То есть, мы здесь выбираем оружие до того, как мы видим монстра Мы открываем монстра И только после этого, то есть, он будет лежать в открытую Мы будем знать, что будет происходить подземелье А, ну, понятно Для каждой локации есть своя прокачка Прикольно Но в каждую партию все прокачки вы гарантированно не увидите Потому что никогда не будет возможности выполнить абсолютно все квесты за партию Мы выполним максимум 7, потому что можно выполнить один квест в раунд А зданий у нас, соответственно, локаций у нас 10 Поэтому все локации точно не будут прокачены Ну, какие-то будут Окей Последняя локация, про которую я должен рассказать Это? Это Хайвай Шак Это хижина разбойников Соответственно, в хижине разбойников можно заплатить И за деньги сделать несколько действий Соответственно, можно заплатить до трех монет и сделать до трех действий Какие есть действия? За монетку можно починить одно оружие Восстановить две жизни И выложить один из своих, и одно из своих орудий на квест Так Вот Соответственно, если вы хотите заплатить три монетки, вы можете сделать все три действия Хотите заплатить две, сделать любые два И так далее Может не уловил суть А, просто она позволяет мне сделать Три разных типа действия В этом её прикол То есть сделать сразу всё Но чуть хуже Но зато всё Прикольно Соответственно Это все действия Теперь как мы будем совершать эти действия И зачем у нас этот маркер Мы будем играть раундами Раундов у нас будет 7 Соответственно каждый раунд будет состоять Из двух ходов Первый ход утренний Когда у нас есть звезда Соответственно все эффекты На которых написано Монинг Срабатывают в этот ход И если В любой ход Я перехожу через речку Соответственно И с этой стороны на эту Я должен заплатить Или монетку, или одну жизнь Если я решаю переправиться Не на пароме А в сухопутную Вот И если у меня есть Какая-то прокачка Я получаю дополнительно Какой-то эффект Например Мой персонаж позволяет Когда я пересекаю реку Если я дойду до вот этого места На своём древе Получать Возможность починить Одно из оружий Прикольно Твой персонаж Когда переходит Через реку В Encrossing the river Мой Ничего не делает Нет, у тебя точно есть Такая А, да Я просто хилюсь на один Вот Соответственно Ты можешь заплатить монетку Чтобы отхилиться на один А тут не написано Что надо заплатить монетку Потому что здесь написано То есть ты можешь Или перейти за бесплатно реку Или отхилиться Я могу перейти Потерять Получить Да Ты можешь бесплатно Перейти реку Окей Вот Соответственно После этого У нас наступает вечер Мы делаем ещё По одному ходу И срабатывают Все вечерние обилки В этот ход После этого У нас наступает ночь Какой порядок ночи? Соответственно Начиная с активного игрока Мы отыгрываем Эффекты ночи Например Если я прокачаю Своего персонажа То ночью Я смогу полностью Восстановить все жизни Или ночью Все игроки Смогут восстановить Одну жизнь И я получу две монетки У меня две ночные обилки А я могу подраться С одним из оставшихся монстров Да То есть это вот те Которые Что на утро Не оставалось И дерусь я с ними По обычным Обычным правилам И ещё вечером Подожди А что такое вечер? Нет Вечер Это вот второй ход Первый ход утра Второй ход вечер А что такое Ночь? А ночь Это фаза Фаза игры Когда мы не совершаем ходы Когда у нас Подготовка А типа Рефреш Понятно А вечером Я могу сбросить Две монетки Чтобы Подамажить монстра Что? Вечером Да Ты можешь за две монетки Закрыть у монстра Урон Нанести монстра урон Серебряные пули У тебя Ты охотник А я оружие не трачу? Не тратишь А у меня есть какие-то Как они Серебряные пули? Или как это работает? У тебя Ты просто кубиком Закрываешь это место А и всё Окей Да У тебя будет У тебя будет Специальный жетон Можешь сейчас взять кубик Для этого Выступать за края оружия Может При убийстве монстра И выполнении квестов Да Я вроде как Про это сказал Но да Может Спасибо Краудгейм с нами Роман Шамолин с нами Привет Амулет Локализовал бы Кто? Написал роман Вань Когда вы уже Издательство Амулета Дадите Хоть какому-нибудь Может Лавки дадите Что-ли На локализации Ладушки Окей Допустим Насколько я знаю Амулет Сейчас Активно готовится К эссену И примерно В это же время Будет предзаказ В России Но Вы можете Спрашивать Романа Всё-таки Сдал его Да Ну ладно Итак Он по-моему Есть в этом чате Привет Рома Он и написал Кто бы Локализовал амулет Я всё пропустил Короче Расскажи мне Да На чём ты остановился Так вот Ночью После того Как ты использовал Я использовал Свои ночные билки У нас нападает Монстр Соответственно Все монстры Которых мы Не победили Начиная с Самого Левого Нижнего И далее Идут сверху На деревья Мы их открываем И срабатывает Их ужасная билка Ужасная? Да Например Все персонажи С наибольшим Количеством Карт Монстров Получают Переворачивают Своё оружие Повреждают Своё оружие И этот монстр Он особенно Он возвращается Обратно В лейер То есть Он у нас будет Дополнительным монстром На раунд Да Соответственно У всех монстров Есть свои билки Они разные Они работают По-разному Добавляют Каких-то Несчастье Поэтому Не убивать монстров Обычно больно Получи опыт в лейере Это то есть Я в дополнение К тому что С оружия С монстра Я ещё дополнительный опыт Отсюда Да После того Ты покачаешь обилку Ты будешь получать Окей Выглядит здраво Вот Я думаю Про обилки Мы сможем С тобой поговорить Прямо по ходу Да Если будут возникать вопросы Вот Победные очки Победные очки Что приносят Победные очки Победные очки Мы в конце игры Считаем за Монстров Которых мы убили Ага Окей За Амулет За закрытые зоны Закрытые зоны Амулета За оставшийся у нас Опыт Который мы Потратили На Верх своего Этого Соответственно В верхней части Это у нас есть возможность То есть Если я Подожди А что сюда добиться Или это просто Перманентная штука Нет То есть Это нужно дойти То есть Ты должен Одну из обилок Прокачать И когда ты её прокачаешь Ты можешь Вкладывать сюда Опыт То есть Надо непрерывную линию От начала до неё Сделать Окей А соответственно Весь лишний опыт Который вы решаете Потратить Вы можете Использовать сюда За боссов Которых мы победили За каждый Оставшийся у нас Неповреждённое Оружие Эликсир Заклинание По одному победному очку За каждые Три монеты По одному победному очку Ох Салатик Если так случилось На самом деле Не особо Если так случилось Что мы умерли То мы получаем Житон штрафы Восстанавливаем все жизни Возвращаемся сюда Житон штрафа Отнимает у тебя Пять очков Он в виде большой Замка? Нет Вот это Вот такой? Да Прикол Ох Гля Такой Окей Соответственно Грюч Михайлов подписался Спасибо за подписку Да После того как мы это отыграли Приходят новые монстры Передаём житон первого игрока Играем дальше После третьего раунда Монстры немножко подрастут И у нас будут монстры второго уровня Они более сильные Более опасные Окей Допустим Соответственно После седьмого раунда Мы посчитаем очки Кого-то больше очков Победит Да Ещё важный момент Соответственно Данжон и квест Обновляются один раз в раунду То есть после того Как кто-то туда пришёл Второму игроку Туда приходить Ну точнее Не второму игроку А после того Как это использовали Там ничего не появляется До конца раунда То есть в начале Следующего раунда У нас вместе с монстрами Обновляется данжон и квест Если мы их выполнили В прошлый раз Окей Вот Так, ладно Я буду задавать тебе Походу ещё вопрос Ладно Если у меня Конечно Думаю, что Наверное Всегда 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 Пожалуйста Звучит всё Не очень сложно На самом деле Там народ спрашивает Почему 10 локаций Они насчитали 9 Раз, два, три Четыре Пять, шесть Семь Восемь, девять Да, извините Локации 9 Ну ладно Центральная таверна Десятая локация Просто туда никто не ходит больше Да, так и есть Скажи, пожалуйста Я могу свободно Переменять локацию То есть я не Как бы Нет разницы Вот как дорожки нарисованы То есть Не в соседней То есть я могу Из монастыря Сразу в замок Ты двигаешься В любую другую локацию Просто если ты переходишь Через реку Ты получаешь Ты должен заплатить Ты должен заплатить По счетам Да А ты решил определить Кто это может быть первым игроком? Конечно Хорошо Ты хотел Хорошие шансы Ты хотел быть первым? Нет Но я Это что такое? Посмотрите на это Просто А, еще мы можем с тобой На одной локации находиться? Да Супер Сколько угодно игрок И перед тем, как мы начнем Алексей Кружков Спасибо за подписку Перед тем, как ты начнешь ходить Пожалуйста Ответь Чеширу Который Задал тебе вопрос Полчаса назад Где же твой цилиндр? Вот Сейчас, подожди Так, переключим Вот 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 Только борода Вот Вот цилиндр Вот Да Итак Итак Иван Ну ты первый игрок Покажи класс Я первый игрок Отлично Первым делом Первым делом Первым делом Первым делом Я хочу пойти И кого-нибудь убить Так Я очень Я очень кровожадный клерик Поэтому я пойду В логово И буду зачищать его От оборотней Потому что Все мы знаем Что оборотни Не хорошие Соответственно Я возьму с собой Кинжал Я возьму с собой Буду вам показывать Как Ванька дерется Инструмент Страшный Ты сражаешься с оборотнями Это вот такая Я сражаюсь с оборотнями Соответственно Прелесть этой игры В том, что Пока я сражаюсь с оборотнями И всем показываю Ты можешь думать И начинать ходить А я знаю А я знаю, что я буду делать Поэтому Я думаю Вперед Отлично Покажи, что ты будешь делать Ты перевернула Можно я посмотрю на карточку Конечно Итак Слушай, а что они такие сильные Столько Они столько тебе Они столько ран тебе нанесут Вот если ты пропустишь Раз, два, три, четыре, пять, шесть Это смертельный удар Да Кстати, забери У меня незаконно полученную зелень Да Но у меня для этого Специально есть Воин в помощи С которым я буду защищаться Понятно Ладно Кроме этого Смотри Я еще взял с собой Я взял с собой Много полезных предметов Поэтому я думаю Что я справлюсь Угу Это пойдет сюда Да Кажется, нет лучше Это применение Так, Андрей написал Ваня, жизнь Надо восстанавливать Это к тому, что у тебя тут Была половина хитов Видимо Так Покажи, что ты Наверное, нафигачил Не очень хорошо Нафигачил Но пойдет Смотри Соответственно Что случилось Я его убил Да Все по правилам Так Вот Соответственно Я получил Три раны Но одну жизнь Я восстановил Поэтому Две Две жизни Так Потерял Плюс Я получил Пять монет Пять монет Держи Я получил Дополнительный опыт Я возьму его от себя Угу И Соответственно Это все сломалось Это ушло сюда Я забрал себе карточку И получил еще один опыт А вот это Не хочешь вернуть? Да 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 Так Это твои победные очки Теперь Да Это моя стопка победных очков Это мой монстр Угу У тебя, кстати, есть бонус Потому что ты охотник Если ты будешь Если ты откроешь себе обилку Ты можешь хвастаться монстрами Которых ты убил Хвастаться? А я что-то не вижу этого В деревне Когда Если ты приходишь в деревню Получит, по-моему Монетку за каждого Не в деревню Да, в деревню Когда я прихожу в деревню Я могу чинить бесплатно Видимо одно оружие Да А деревня это у нас где? Деревня вот здесь А, ну то есть В деревне, то есть Я получается Дополнительное оружие смогу Или как это работает? Просто здесь в деревне Я и так могу Да, дополнительное, конечно То есть Эта способность мне позволяет Два оружия Два оружия в чинить деревню Сделал себе плеть Да Красавчик Красивая большая плеть У меня теперь есть Три оружия Я смогу При желании Еще раз подраться В этом раунде Красавчик Так, скажи мне Если я Кладу на квест Оружие, которое Содержит опыт Получаю ли я Дополнительный опыт? То есть Но когда уже Квест будет Закомпличен Да? Или сразу? С оружия Ты получаешь бонус сразу же Так же как и Кристалл То есть Если я сейчас Положу оружие Сюда с опытом Я получу два опыта? Да Ага Мне нравится Такой вариант Развитие событий И я хочу Положить оружие Вот так Вот так Чтобы вы понимали На нем Есть На нем есть Значок опыта И куча-куча щитов Которые я Кстати не учел По какой-то причине А, я могу уже Вращать Переворачивать Как хочу Правильно ведь? Ну ты думаешь Его переворачивать На... А, да Оно же сломано На другой стороне Вот это засада Но ты не обязан Закрывать все Ты можешь закрыть Только одну Просто тебе придется Дождаться Пока я что-то там Пока ты что-то там Ладно, блин Начинается С сложности Грипа Напридумывали Игр, блин Так, надо Я не пошел туда Или ты пошел туда? Я, да Вот я просто смотрю Я так хотел А теперь думаю Может все-таки Помахаться А дай попробуем Давай я тоже хочу Влэйр Можно? Конечно Можно Я возьму Вот таких ребят Этих я выбрать Немо Потому что это Особняк Особняк Простите На меня камеры Нет Поэтому я беру Воин отсюда Да, со мной Воин пошел Но я должен Выбрать два оружия Которыми Махаюсь Щиты Мне У меня будет защищать Отран Но зато Получается Здесь одна Активная Атакующая клетка Вот И я хочу Пикачу Давай Запомни Что у тебя Если что Меч есть Как активная Атакующая клетка Вот у меча Есть обе клетки Атакующие Да, я понял А здесь Монеточка Дополнительная На клинке Ну окей Давай попробуем Давай попробуем Этот по-моему Клинок Только у тебя Ты по-моему Четырешь У тебя этот клинок Прокаченный Да А, господи У меня здесь Я наоборот У меня здесь Кинжа Я здесь кинжа Я думаю Какой у меня меч На старте Классный Ладно Тогда взял вот так Перевернул Ё-моё Ё-моё Ну пока ты Пока ты думаешь Я думаю Что я могу тоже Походить Да, давай Чтобы у тебя Было еще сложнее Спасибо Не хочу ли я Пойти кого-нибудь Еще Завалить Как говорится В качестве Духа-клерика Иван А что так сложно Что значит сложно Я потрачу монетку Перейду через реку Пойду прям Вот к этим Вот к этим товарищам Соответственно Возьму с собой Вот это Возьму с собой Свою вновь Обретенную плеть И Барочку Вот так И буду сражаться Так Скажи мне Я А, вот же У меня еще Я закончил Допустим Выкладывать Допустим Допустим Я закончил Выкладывать Посмотри Правильно ли я Все сделал То есть У меня здесь Единственное Не щит Лежит на крестике Все верно Правильно Здесь вот я Ну Закрываю эти дырки Правильно Этот крестик Я закрыл Топором Таким вот Макаром И это вот сюда Соответственно Что я здесь получаю Я должен получить Раз, два, три урона Но у меня куча щитов То есть я не получаю Нет, нет Щит у тебя Щит означает Не то, что ты не получаешь А, то, что я не могу Атаковать Этими частями оружия Хорошо То есть я получаю Здесь два кристалла Черный И это белый Это любой Нет, нет Это значит Ты вообще получаешь кристалл То есть если у тебя нет Этого значка Ты не получаешь кристалл Получаешь черный Кристалл И сразу Куда Две монетки И сразу его ставлю Куда Допустим Вот сюда И получаю Всего две монетки А что я так плохо Сходил на монстра Ладно И Жетон опыта Да Дополнительный Жетон опыта Переворачиваешь Переворачиваю карту А ты раны не получил? Ты получил там Три раны Да Раз, два, три Раз, два Раз, два, три Вы так что ли? Ужас какой Нет, нет Подожди Мне все правильно? Так? Давай лучше Наверное просто Выложим сердечки Чтобы было лучше видно Сколько у нас осталось Да А как изначально Должно было быть? По-моему Надо было Выкладывать сердечки Понятно То есть я получил Сколько? Три урона я получил? Что-то многовато Окей Ну ты не очень хорошо положил Свой Да Извините Переворачиваю Я получаю вот этот Кристалл Ну ты его уже получил Это просто означает Что там есть И опыт Все Спасибо Извините Разобрался Получил Теперь хочу качнуть Я хочу потратить два опыта Чтобы прокачать себе пушку Теперь у меня будет Классная пушка Классная пушка А эти оружия у меня сломались А воин вернулся обратно Прям опасный Пушка у меня Смотрите какая пушка Вообще просто офигеть Все А кстати Знаешь что Я тут монетку получил Ни с чего Все Ты можешь ходить Я воспользуюсь своей плетью И сразу нанесу И два урона Потому что я могу Так Эту баночку потрачу сюда Так Свой крестик А нет Можно лучше Вот так Я получу всего Один урон Один урон Как ты это делаешь Я очень неплохо Обычно играю в такие игры И черный кристалл Будьте добры мне пожалуйста Черный кристалл Держи И монеточку А монеточку у меня тут есть Какая игра лучше Смартфон или серп И кто лучше Как игра Что Как игра Что-то Иван Или Это чешир Мне вопросы задают Такие понимаешь Каверзные Прям Он жестокий Вообще просто Невероятно жестокий Какой он жестокий Лашин или стигмай Смартфон И лашин Мои Мои правильные ответы На эти вопросы Мне кажется Мне кажется Ты мне просто Нагло Стишь Так Ну в любом случае Я убил этого Я убил этого монстра Так Я получил Одну рану Я получил Одну монетку Один кристаллик Который сразу же Использовал свой Соответственно Свой Оболят Так И у меня еще один опыт Который мне надо придумать Куда именно я хочу потратить У тебя все оружие сломано Кроме меча Кроме меча Да У меня остался Один несломанный меч Но это не страшно То есть получается Я не могу махать монстров сейчас Потому что не закончились Да Ах ты какой Ну можно в подземелье сходить Спасибо Я подозреваю Что там жесть какая Ходи на все Окей Я пожалуй Прокачаю вот эту обилку Она мне позволяет За две жизни Нанести раны Если мне Очень надо будет Но самое главное Она мне открывает доступ На втором оружии А я пожалуй Хочу в этой партии Иметь сразу два оружия И на этом все И на этом ты Закончил Да Это был вечер Если что Соответственно Теперь твой вечерний ход Если у тебя есть обилки Которые срабатывают вечером Но зато Нас никто не нападет А мой вечерний Твой вечерний ход Да А просто ты сказала Вечером Вечером Не ночью Открытых нет Поэтому ничего не срабатывает Так получается Открытых нет же Ничего не срабатывает Ночных да Вечерних нету 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 Только через открытые Работает Окей А давай я Все-таки Давай я все-таки Приду сюда Слушай Скажи А могу я остаться Не двигаться А остаться в локации И выполнять действия Локации В которой стоишь Нет Вот это очень важно Я так и подозревал Ты обязан Я так и подозревал Давай-ка мы Наверное Попробуем Повыполнять Квестики Интересно Вот так я Блин А чё вот так Неудобно Щиты тут понадобят Чё за дела Мы старались Я понял Но у тебя есть Специальные обилки Которые тебе Потом позволят Игнорировать щиты Да Где это А Что Ладно Игнорирую щиты На своем оружии Да Неплохо Окей Ну давай Давай тогда Просто я даже не могу А вот так могу Смотри Хоп А нет Это щит Ладно Ужас какой Ладно Допустим Допустим Закрыл Просто Все Прям Все В этих В щитах Закрыл И получил опыт Правильно Да Получил опыт И сразу потратил его Чтобы прокачать себе А тут два надо Вот я драк Ну ладно Да У меня здесь есть Хорошо Саша бык трудных Окей Получил опыт Отлично Я не очень умный Соответственно Монстры Сначала Наши ночные обилки Но ни у тебя Ни у меня Они еще не разблокированы Монстры нападают Но Я убил Двух Ты убил одного Соответственно Деревня Спит спокойно Так Первый игрок Переходит Е Появляются новые монстры Давай Соответственно Зомби Соответственно Тролль И Темные рыцари Слушай Арты прикольные Такое ощущение Что Килл Волкер рисовал Они еще На самом деле Сделаны так Чтобы у тебя Тематически Совмещались Места Где он наносит урон И так далее То есть Это прям прикольно Что ребятки Знаете Кто такой Килл Волкер Кто знает Скажите Похоже Вообще На его стиль Это такой Мотыжный Художник Для визардов Рисует Рисовал По крайней мере Так Я начинаю ходить Правильно ведь Да Ты начинаешь ходить Иван Я начинаю ходить Окей А кто сложнее Тролли Или зомби Смотри Можно по победным очкам В принципе Определиться Но в данном случае У них оба Четыре Поэтому они Примерно Один Другой силе Окей Пришел Хочу махать А можно Тролли Зомби Ладно Зомби Буду убивать Зомби Вот Я пока убиваю Зомби У меня всего Два оружия Осталось Поэтому у меня Выбора особо нет Ты пока можешь Ходить Я пока тут Помахаюсь Пока подерешься Что ж У меня то Вообще Одно оружие Осталось Но Зато какое А я обязан Все оружие Выкладывать Которое Выбрал Нет Но Я просто Спрашиваю Оно все равно Сломается Но если ты хочешь Ты можешь Не выкладывать Окей А я закончил Молодец Один урон Итак Один урон Зеленый кристалл А я еще не определился С тем что я хочу делать Видишь как я быстро Ты уже закончил Да Две монетки Я пошел в монастырь Отсюда же тоже монетки С оружием Конечно То есть Четыре монетки Я восстановил всю свою жизнь Я по своему свойству Восстановил два оружия Потому что я пришел в монастырь Соответственно Я хочу восстановить Красную плеть Я хочу восстановить Вот эти кинжалы Которые мне дают больше опыта А я Прокачал себе ночь И я хочу купить Один из эликсиров Ууу Ты хорош Так За сколько Скажи мне пожалуйста Что вот тот эликсир Первый дает За пять Первый Ночью По хиль Четыре раны А каждый другой И другую группу теряет одну раны Ага Эй What the fuck What the fuck Ты нормальный? Ага Звучит неплохо Давайте я его Пожалуйста Возьму Звучит очень плохо Мне нравится За пять Да? Да Хорошо Держи пять монет Да Держу тебе эликсирчик Спасибо большое И соответственно Черный кристаллик Будь добром Да Пожалуйста Я буду собирать Ваши черные Слушай Скажи пожалуйста Вот тут есть Ты себе взял Черный Не я знаю Тут вот есть Не дырочки Это просто Не дырочки То есть там нет кристаллов А там Ну туда не надо Ничего ставить Ничего ставить А ну то есть В нормальной версии Типа их не будет Да Понятно Прикол Что я переворачиваю На вечер Да Есть вечерние эффекты у тебя? Нет Они срабатывают Когда ты делаешь что-то То есть они в дополнение То есть мне нужно Мне нужно срочно Лечиться А наверху я не могу лечиться Да То есть ты хочешь сказать Что перейдя через реку Я умру? Нет почему Ты можешь монетку заплатить А я плачу либо монетку Либо жизнь То есть А вот здесь я задействую Просто хивист целиком Но у меня вариантов нет Тут используй другого Что? Используй поврежденный токен Ну поврежденное оружие Другого игрока Офигенно Так Отмени эффект монстра Получи кристалл с монстра Используй дополнительное Это когда он будет нападать Используй дополнительное оружие И избеги А что такое Becoming incapacitated? Это значит потерять Ну получить тот самый этот Смерть Смерть избежать А ну то есть Если ты в одной жизни находишься И должен умереть То есть если ты должен умереть Ты остаешься в одной жизни Да Ты остаешься в одной жизни Ладно Я заплачу монетку Я Это мой дядьке Стиксу Чтобы переплыть Стикс Вот Остался здесь Я похилился целиком Целиком И И Хочу купить Хочу купить Мне нравится Знаешь какой эликсир Используй дополнительный Жетон оружия По-моему классный И не забудьте Не забудь получить Не забудь получить Синий кристалл В донжон ходить Очень круто Да Неплохо Так И синий кристалл Ладно Будем Будем денить очки Пойти что ли Что-нибудь прокачать Или пойти Или пойти подраться Кажется надо пойти подраться Тем более тогда Зеленые кристаллы Они мне нужны Поэтому я пойду Пожалуй к этим Темным рыцарям Темные рыцари? Ну да Dark Knights А Dark Knights Я возьму свою плеть Я возьму Свои мечи Ты прям как игра Я возьму свою плеть Я всегда с собой беру Да Свою плеть Так Соответственно Что я хочу делать А как ты успел Починить пушки Своим А у меня видишь Обилка В монастыре Я члену Два оружия Эй Ну я клирик Что-то хотел Клирик он Священное братство Посмотрите на него Привилегии Он клирик Окей Дальше начинается сложно Потому что Вот так я сделать не могу Потому что у меня там щит И это полношит Извините То есть Ну к ночи переходить Нет смысла Я жду пока ты Закончишь Я пока почитаю чат А ты потом расскажешь Что происходит Да Хан Разрешите чеширы забанить Ребятка Ну что началось то? Ну что началось то? Да Я поломал все пушечки Но я открыл себе Классный меч Смотрите какой Которым пытался Вначале играть Кажется я придумал Кажется я придумал Вариант лучше Давай Я хочу сделать вот так Он правда Не сильно лучше Я тут понял Подожди А вот это тебе Неправильно стоит Вот такая Да ты прав Да Иван Четырю Четири Ити Иван Четырю как могу И все равно не помогает Меч кладенец Да точно Прям Ну смотрите Ну реально прям Кладет прям Ух Ладно Давай так попробуем Тогда Соответственно Я сделал так Получил Получил 553 урона Магическое число 3 Получил зеленый кристалл Получил одну монетку Зеленый кристалл И монетка Но самое главное Я получил два опыта И два опыта Позволяют мне Открыть Одно и один опыт За это Один опыт За самого монстра Два опыта Позволяют мне Открыть Еще один Еще одно оружие Хотя Нет я хочу Вот это Я хочу Какой Штуку Эх Ты обижай Четири Меня опять обижает Мне не разрешают Его банить Четири Четири Началось-то Отыграем ночь Отыграем ночь Что происходит ночью? Как дети малые Что происходит ночью? Ночью в первую очередь Подожди А почему на обратной стороне? Потому что если мы прокачаем Эстейт Ооо Да Они станут лучше Крутяк Ладно Соответственно Что у нас происходит ночью? Если у тебя обилки нет У меня обилок нет Монстр нападает Что у нас делает Это тролль И все персонажи Должны Или Соответственно Поранить свое оружие Или Сбросить эликсир Так Все персонажи Повреждают оружие Либо сбрасывают эликсир Я решаю Повредить оружие Кстати говоря Я на самом деле Мог воспользоваться Своим эффектом ночи Смотри у меня Потому что был Этот эликсир Он позволяет ночью Похилиться Ну то есть Я решила Этим не сделать Да Ну да Точнее Это момент Просто продолбал Нет Почему Для меня Достаточно жизни Ну то есть Я в следующую ночью Просто мне казалось Что в одном хите Я сейчас сдохну То есть у меня Одно оружие Пять хитов Я просто повредил Ну так когда я До того восстановления Я в этом раунде Я в этом раунде Купил Я в прошлом раунде Два раза с монстрами Подрался Круто Я не мог Я подумал Что если ты не пойдешь Восстанавливаться Тогда я тебя Прежучу Да нет В хите Это слишком жирно Терять пять очков Ну да Так ты что Из-за твоего коварства Я повредил Отлично Ничего хорошего А мне нравится Переходит Первый игрок Очередь Вани Который из российских Настольных видеоблогеров Самая обаятельная Всепобеждающая И вообще лучше всех Анька или ты девочка С канала Настолки Лайф Забыл как я зовут Что Ваня ну не смотри на меня Вопрос тебе Да у нас тут Такое вот Прям Практически Как он Юра Дудь Проигнорировать этот вопрос можно Просто скажи ему Чешель Я люблю всех Вот и все А так можно было точно Да Чешель я люблю всех Окей Ты первый игрок А где у нас Отмечаются раунды Кстати А вот А когда закончится Конечно А так Третий раунд пошел Третий раунд пошел Да Ах я забыл Нынешь У тебя там место Да Так Скажи мне пожалуйста Фэйр Ну на ярмарке Я устанавливаю все оружие Или только три Вот как здесь Три 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 Только три Все если у нас будет прокачка Окей-докей Ладно Давай Тогда у меня Слушай Тебе вопрос Если Это не дырки То как у меня работает Вот эта Вот эта двойка Тебе достаточно Чтобы был еще синий Красный Красный Да А Окей А ну типа Я понял Типа три кристалла На пять очков И три кристалла на два Нет Я понял Так Соответственно Я хочу куда-нибудь пойти Давай Если я с утра Не сражаюсь То я восстановлю еще Дополнительное оружие Поэтому я Подумываю Сходить Например В деревню Получить зеленый кристалл Еще один Давай И восстановить два оружия Или Я могу пойти А пойду-ка я еще раз в монастырь А куплю-ка я в монастыре За Что там есть Ну есть и избежать смерти С одним хп остаться И отменить эффект монстра Я вот хочу купить Отменить эффект монстра За две монетки Давай Восстановить все свои жизни И так как я не сражался И так как я клирик Да Восстанавливаю два за клирик И один за то что я не сражался Три оружия Мне кажется Отвечитель Что-то мне подсказывает Ну ладно Я заплачу монетку Чтобы Переплыть вот сюда С вашего позволения Можно? Конечно Спасибо Так Я восстановил три оружия Это будет Раз Два Три Восстановил три оружия Вот так По красоте Да Иван Вечер Иван вечер Куда пойдет Иван вечером? Это хороший вопрос Иван вечером хочет пойти И Ты махать что ли собрался? А я не знаю Понимаешь С одной стороны хочется и помахаться С другой стороны Может быть пойти Ёпы то получить А сколько оружия я могу выкладывать В квест Сколько угодно? Одно И сколько угодно Заклинание Потому что заклинание Можно использовать всегда Ааа Кручак Ага Но я хочу пойти Сейчас Давай я пойду в эстейт Потому что там дают красный камень Красный камень Очень вкусно Давай И я возьму с собой Плеть И мне кажется Что в этот раз Я возьму с собой все-таки Все еще вот эти штуки Угу То есть получается Что Сами кристаллы цветные А реально За 10 амулет собрать? На двоих Да Но сложно Но можно Окей А вот меня сейчас будет Будет Бить моя жадность Очень плохо Ооо Давай я переключу А ты ребяткам пока аж Поставь Поставь так Чтобы Потому что я в этот раз Я в этот раз взял Вот эти кинжалы И Они обязательно Надо быть на углах И так получилось Что они Что ты закрываешь А что нет Ты в экране можешь видеть Что ты закрываешь А что нет Соответственно Так получилось Что я в данном случае Этими кинжалами Могу закрыть только Одну рану Как ни крути И это будет Прям очень больно Сейчас Да Так Я не хочу Закрывать этот камень Угу Потому что Это У меня Решит очков Поэтому я Видимо хочу Ага А если я делаю так Такой Я задумался Нет Плохо Плохо Понимаешь Все плохо Я сделаю вот так Такая дилемма Аня Анушка Или может быть Аня И сделаю вот так И соответственно Я получаю Три урона Три урона Так Ты получил здесь Три урона Красный камень Красный камень Красный камушек Держи Две монетки А у тебя там есть монетки Возьми Оттуда Да Две монетки Держи камушек Держу камушек Красный камушек Отсюда мне себя прокачать. Это звучит очень классно и это звучит очень классно. Ты переходишь и костное оружие. Слушай, а вот так считается? Вот он должен касаться грани, но он выходит? Да можно, пожалуйста. То есть он как бы касается границы просто с другой стороны типа или что? Нет, он должен или быть или касаться границы или выходить за нее, это тоже нормально. А, окей. Я вот видимо квест просто выполнил. Хорошо. Нормально? Да. Ты вот сюда пришел. И так как выкладывал, я заработал один опыт. Да, и монетки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, я хочу прокачать себе... Синий кристалл. Все-таки вот это. Я подумал, что я пока не хочу еще одно оружие. Я хочу, когда перехожу реку, я буду устанавливать оружие. Я ломаю оружие, которое участвовало в квесте, верно? Да. Эта карточка отправляется в сброс. У нас качается денджон и мы теперь видим монстра, который там есть. А эта открывается заново, правильно? Нет, она откроется в начале раунда. Так. Во! Смотрите какая красотища. А покажи туда? Нет, ниже, ниже, смотри, в телеке у тебя все видно Ну вот, соответственно, у нас есть очень страшные, страшные Каменный голем, а расскажи, что происходит Я вижу 12 очков, я вижу красные квадраты Что это значит? Красные квадраты? Это клетки, которые нельзя закрывать Фанаты Вани Лашина, пишет Ваня Лапочка Спасибо Соответственно, на эти клетки нельзя ничего ставить На них не может быть никакое оружие Да И как видите, здесь есть куча урона 2, 2, 3 урона дополнительно Поэтому, чтобы пойти на монстра, надо запастись жизненной энергией Или заклинаниями, чтобы от него отбиваться Ну что-то жестко, слушай, прям жесткая штука Но ты еще монстра второго уровня не видел Но босс, конечно, более жесткий А, вот это босс, да, как раз? Угу Так, и как это бить-то, е-мое Раз, два Я не представляю, что тут нужно делать Ну, у тебя есть возможность три оружия использовать Ну, тем не менее А если я его, если я его не смог добить Ну, то есть, если я не смог добить То он сбрасывается А ты ничего не получаешь Оу Кроме того, что есть на твоем оружии Ни денег, ни этого не получаешь Ладушки, ну у меня У меня вечер закончился, что? Вопрос, Тимур, ты смотрел последнее видео на канале Буэргейнш Где она очень милая, струбная девочка Отправила серпа рассказывать Я смотрел это видео, когда это еще не было мейнстримом О, среду будет у нас в мейнстрим, приходи Ты же походил Да, конечно Так мы закончили Так у нас монстры нападают У нас ночь, да А, у тебя есть эффекты ночи? Нет А вот у меня есть Уу Я могу полностью восстановиться и заставить тебя потерять жизнь Но я, пожалуй, не буду Я думаю, что я не умру У этих двух монстров, хотя, возможно, умру Сейчас посмотрим Так, скажи, а вот тот монстр, который у нас наверху лежит Он А у него одноразовый эффект Если там бывает монстр с многоразовыми эффектами и одноразовыми Соответственно, если у него не написано, что это многоразовый эффект То он одноразовый Понял То есть, ну он там остается до конца партии Пока мы его не прогоним С помощью действия деревни А, мы прогоняем Да Этот монстр говорит, все персонажи теряют по две монетки Ну это изи вообще Ну, иногда это больно Когда ты на что-то не хочешь накопить Окей Этот монстр говорит, все персонажи переворачивают одно из своих оружий Одно из своих оружий опять сломать? Да, ладно Блин, я чиню, а они ломаются Что за дела? Ну, ты недостаточно их ломаешь, а монстров, поэтому они приходят и ломают их сами Тебя Хоть ломают тебя Ой, слушай, я же мог один из эффектов отменить и получить его кристаллу Ну, давай, реши Нет, уже поздно Позволим Ване откатиться? Уже поздно, уже поздно Ваня и так пока побеждает, Ване все хорошо Хотя, может быть и нет Ну, не знаю Я думаю, что нет Как пойдет Ну, что, ночь прошла, давай готовиться Новое утро Это я открываю? Да Так, ну тут просто что-то изишное такое Новое утро, новый квест Новый карта Итак Not bad Что ж, ну давай, Иван Твой ход Почему? Потому что ты первый игрок Я только что был первым игроком Теперь тебе его передал А, ё-моё Что это ты сразу? Давай, Иван, ну давай Ё-моё Я забыл Ой, там можно башню магов напомнить Я забыл Так Тут вот интересный момент Что у меня оружие Это всегда нифига Это может в деревню сходить Починить два оружия И получить кристалл Ну не получить, а поменять кристалл Нет, в деревню Не на ямарку А, ну, в смысле Одно оружие? Два, потому что тебя бил крест Точно Точно Спасибо Пожалуйста Ну ладно, я так и сделаю Я так и сделаю Я хочу починить два оружия Это будет такое И А, мне нужно Так, а, сколько там у меня Вот эта штука И пусть будет И пусть будет Ванечка, можно посещать Занятые локации Меч клади нет Нету Нету Запретов На занятые локации И изгнал Вот там трёх Ах ты всех изгнал Но ты можешь выбрать себе Кристалл Смотри, тут есть жёлтый Жёлтый или зелёный А, это жёлтый или зелёный Да Зелёный хочу Ну бери зелёный Изгоняльник Изгоняльник Да Ходить Ходить говоришь А опыта я за это никакого не получаю Да Блин, я прыгнул монстров Я стал опытный Почему нет? Ну, у тебя может быть есть какие-то действия Которые тебе позволят за это стать опытным А может быть и нет А я вот думаю сходить таки на ярмарку Потому что можно там починить 4 оружия У меня все 5 оружия сломаны Это звучит очень интересно Я, пожалуй, так и сделаю Тем более я ещё реку пересеку А за то, что я реку пересекаю Я ещё одно оружие чиню Так что я все 5 оружия починю Потому что утро Потому что я переходил через реку И потому что я пришёл на ярмарку А чё ты читер такой? В смысле? Что тебе нужно объяснять в слове читер? Ладно, вечер Я уже понял процесс Вечер Хожу Хожу Так Давай Пришёл сюда Выбрал такого парня Или не парня Зомби, ещё зомби Я просто победитель зомби Ты выбрал их? Да Всегда говорит их Выбрал их Так Я взял с собой Победитель по жизни Игнор Такой, такой Ладно, взял такую и такой Штуки Угу Да? Блин, я же решаю до того, как я открою Правильно? Ну, ты можешь открыть Но если ты это сделаешь То ты получишь один урон В смысле? Если ты случайно решишь А после того, как ты открыл То получишь один урон А, ну то есть по факту я могу заплатить урон Чтобы выбрать оружие после Но этого не стоит А, ну это понятно Ладно, это странно Ладно, вот Вот такие Там нужно два закрыть Поэтому Просто такой А, кристаллов нигде не будет Поэтому оставил вот такие И перевернул Перевернул Ван, ты можешь ходить Я пока помахаю их Кому стоит Меня бояться сегодня Не знаю, кому Ну, я выбираю из монстров Кому стоит Меня сегодня бояться Я, наверное, приду У тебя Составлю компанию Блин, грязь Окей Я Спра... Нет Да Я, пожалуй, Возьму вот этого чувака Буду Его Бить Осталось выбрать, чем я буду его бить Ребята, какое оружие мне стоит Использовать против этого монстра У тебя что, один ножичек остался? Нет, у меня много оружия У меня все оружие Позволь я тогда это, я побил Давай я сделаю все, что у меня происходит Я получил 2 раны Раз, два, три, четыре монеты Я хочу вот это Красный кристалл И все И все И видимо Опыт И сразу прокачал себе Вот эту классную штуку Это просто огонь, она мне говорит Игнорируй щиты на оружиях Просто я теперь буду Я буду теперь просто Не остановим Не дай, просто неудержим Так, это сломалось Это сломалось Это сломалось Блин Я Возьму 2 урона Ты получишь 2 урона? Уууу, кто-то умер Его он не подрасчитал И чуть-чуть умер Подождите Кстати, может ты не возьму двору? Кстати, я дурак Я один урон получил, потому что, знаешь почему? Потому что я не воспользовался воином Да, так что один урон все получил Никто из вас не подсказал Так В общем, я понял свою претензию к игре в целом Вначале казалось, что она больше Амери что ли А тут все-таки прям евро И с этой стороны становится даже интересно С другой стороны Ну не знаю, Амери полиминочная Как-то даже странно звучит То есть она действительно такая Несложная еврушечка Это правда? Я заигрался и правда умер Но есть и положительная сторона Я все-таки смог убить этого монстра Что происходит? Ты умираешь Ты получаешь тот красивый же тон штрафа Ты получаешь Ты получаешь всю награду за монстром Ты теряешь свои монеты Соответственно, я получаю синий кристалл Я потерял все свои монеты Соответственно Оружие, которое я использовал при драке Естественно, я сломал И я с полными жизнями восстановился вот здесь Самонадеянность в этой игре тоже может убивать Бя-да, Вань, бя-да Это был мой второй ход, да? Как ты, как? Или первый? Второй Второй Это уже вечер Это уже ночь 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 на дворе У меня на это ничего не происходит Вот так Сколько у тебя жизней? Четыре Четыре сюда Не могу тебя пока убить Да я, слушай, я знаю твою это Я держу себя в тонусе А я опыт забыл получить Я получаю один опыт Окей Я его убил Хоть сам умер, но все равно опыт получил Все игроки ночью восстанавливают одну жизнь Восстанови одну жизнь, пожалуйста Я получаю две монетки Да.... Машина.... Я буду теперь денежный мешок Но этот человек все равно на нас нападает И он нам говорит, что мы не можем посещать замок Там есть такой красивый замочек Пока этот монстр здесь будет лежать замок для нас будет закрыт ОК Только какой-нибудь амбарный замок повесили туда Да, соответственно теперь Видимо я первый игрок, ты же мне его передал Какой кристалл у этого монстра был? Синий Синий, окей, бесполезный Как так-то? Ну и что там нет Тащи Тащить новых монстров К нам приходят монстры второго уровня А, это второго... Они два опыта? Они два опыта дают Они дают два опыта Но у них три опасных места, не два Окей Итак Монстры к нам приходят всегда с кулаколой Денег у меня мало Хочется еще денег Оружие у меня, в принципе, все хорошее оружие со мной есть Нормальное Постой, подожди, вот это уже идет Какой, пятый раунд, наверное А ты сказал, как закончится колода Они выходят по три А тут на один раунд больше получается Пятый, шестой, седьмой и восьмой Восемь на четверых, да Да, да Я обсчитался Да, ничего страшного А, да, потому что на двоих восемь На троих семь И дальше по шесть Соответственно, что я хочу сделать Я хочу попробовать Победить Да, эта локация, она, соответственно, считается соседней историей с другой Поэтому А вот и добрый галмастер Спасибо, Лешка Спасибо тебе Кто меня залогает Спасибо, Лешка Я пришел сюда И я хочу победить этого страшного циклопа Что? У него заглючивают иногда Я подумал, что он еще раз решил ввести Ну, скорее всего, первый раз не пришел, второй раз ввел Оно в два раза сработало Понятно Я пришел драться снова Я пришел драться с этим страшным циклопом А что у тебя с оружием-то? А, у тебя два сломано? У меня два сломано Три сломано Нет, это я не разблокировал пока Вот оно У тебя до сих пор не разблокировано оружие есть? Да А-а-а Я решил Не обязательно прокачивать именно оружие То есть я мог быть по-божески Я решил по-другому, просто по-другому пути пойти Окей, ладно Соответственно, я пошел драться И ты можешь пока ходить Вот, они более хитрые Как видишь, у них есть место, которое не закрыть просто так Так, я в инстыре Поэтому со мной еще вот эта штучка Вот Ты решил подождать, пока я буду страдать А, нет, нет, нет Я же не могу здесь остаться Поэтому я схожу пока на ярмарку Починю три оружия У-у-у Как мне повезло Повезло, что я на ярмарку пошел Нет, у меня просто оружие Хорошо подошло по форме Так, раз, два Соответственно, я получаю Три Это только с другой стороны Раз, два Я получаю четыре монетки Я не получаю урона И я получаю зеленый кристалл Ты не получаешь урона? У меня один урон И он заблокировался Ты неплох Да Зеленый кристалл ты мне дал Да, говорит И я запомнил Сразу Две сердца Моего амулета Одна на шесть Вторая на пять очков Ну ты крутой Этим у зеленого кристалла Остался синий И будет еще восемь Угу И я получаю два опыта Два опыта Которые позволят мне Что же я хочу за два опыта Я, пожалуй, хочу себе открыть Все-таки второе оружие Окей Учитывая, что таким образом У меня как раз будет Два оружия на следующий бой При желании Ну и ходи А ты уже походил? Ну что, я просто оружие восстановил Какой ты коварный Так, у меня есть два оружия Они неплохие Угу У меня есть полные жизни Можно пойти подражаться еще раз Я тогда поступлю Я перехожу Я плачу монетку Угу Я восстанавливаю любое оружие Вот это восстановил Угу Я хочу сражаться с С горгульями Или с Давай вот с этими У них желтый камень Он мне подходит больше Угу То есть я сражаюсь с ними Я выбрал вот это оружие И Очень хочется, но больно Больно, если это будет Если это может сыграть против меня Поэтому ладно Все равно Все равно возьму их Интересно попробовать Возьму этот меч И я сражаюсь Давай Ну, ладно Терпимо, больно Не самое страшное Можно я тогда тоже Пока начну сражаться С твоим позволением Я тоже здесь Помахаю таких пока Так Это сюда Такие взял Вот это можно поставить Вот это подстава Тут красный этот Красный камень И вот это Вот так Красный камень С Тремя ранами Угу Я Выжил Получил Три монетки Получил Дай мне, пожалуйста Желтый Кристалл Держи Держи Угу Проще Два опыта Два опыта Получил И я решаю Что я буду Вкладывать опыт В победные очки Зачем качаться Если можно Не качаться Да, думаешь Это так работает? Не факт Окей Я подназакрывал тут всякого Я могу игнорировать щиты Так как у меня Теперь все красиво Вечер по вечерам А или вообще? Игнор Игнор Щил Дон Делай Все нормально У меня все Просто Поэтому я Заработал Итак Черный кристалл Монетка Монетка Просто макетка И так Две раны А, вот еще Две монетки И И опыт И опыт С оружия Опыт И вот отсюда Два опыта Это вот Три опыта Потрачу один А опыт я в любой момент Могу тратить То есть я могу накопить Потом потратить Ты тут же его выкладываешь Еще раз Ты тут же его куда-то выкладываешь Просто ты Если у тебя как бы Здесь несколько То ты его прямо А, то есть если я хочу копить Я кладу Да, кладешь конкретно Так, ладно Давай сначала я Потратил два Буду получать в лейере На один опыт больше И остался один Я остался один Я вот просто Ну давай Я просто не понимаю Давай вот эту открою Короче, три опыта потратил Когда я пересекаю реку Я получаю Ну, жизнь То есть я как бы Бесплатно буду Или за монетку Жизнь бешу Или за монетку Жизнь Да, не самое плохое Что можно делать Так Наступает ночь Да, давай Я тебя лечу Ух ты И себя лечу Давай Две монетки, пожалуйста Мне Держи Отлично Хочу ли я еще что-нибудь Сделать У меня ночью Я могу полностью Встановиться Но в принципе Наверное нет Монстров у нас нету Чтобы что-то отменять Потому что мы всех Перебили Внезапно Следующий день Первый игрок Мы с тобой так и не сходили Пока что к боссам не сходили Мы с тобой не сходили к боссам Еще три раунда Это никто не покупал эти И мы с тобой не очень активно прокачиваем этот замок Еще три раунда Тоже раунда Каждой партии Партии играются по-разному То есть Когда как У нас бывает партии Когда все очень активно ходят В замок Потому что там в принципе Можно хорошо прокачиваться Бывают партии Когда все Восстановил три Перегнал черный в красный Поставил сюда Вань Восстановил три Перегнал черный в красный Поставил в один Угу Ты уже все Мне надо понять Что я хочу сделать Чтобы выходить Очень хочется синий кристалл Но синих кристаллов нету В принципе пока Кроме как На эликсире Который есть у тебя Но мне его пока не получить Сколько у меня денег? У меня есть три У меня есть три У меня десять монет Мне не хватает буквально двух монет Чтобы пойти И скупить все Давайте-ка я Пожалуй В таком случае Сделаю так Угу Я пойду в estate Я за монетку Переплыл ее Переплыл Починил Одно из своих оружий Угу Это будет вот это оружие И я буду сражаться Я буду сражаться С этим монстром С твоими двумя Самыми большими дубинами С твоими самыми большими дубинами? Да Именно так Окей Я пока Подожди Это твой первый ход Да А мой второй начинает Макуй Я буду его сделать Потому что он с твоим Никак не пересекается Да, конечно Я тоже перемещусь в лейер Точнее не тоже А просто перемещусь в лейер У меня есть план И я его придерживаюсь Я хочу схватить Вот таких ребят И могу использовать Два оружия Очевидно Это пушка Очевидно Это пушка Потому что Кристалл И очевидно Это Латные перчатки Потому что Это опыт Благодарствую Благодарствую Соответственно Я сразился с этим монстром Он нанес мне два урона Я получил Четыре монеты Будьте добры Мне пожалуйста Четыре монеты Четыре монеты Держи И зеленый кристалл Будьте добры Пожалуйста И зеленый кристалл Я вижу Да Так А ты уже второй ход сделал? Я продолжаю ходить Да Это мой второй ход Отлично Я пошел в лавку мага Заплатил Двенадцать монет Починил Одной своих оружий Блин, там же не пляж Не писал Все, блин Так Починил Одно из своих оружий Это будет вот это оружие Двенадцать монет Блин, я не верю Да Дай мне пожалуйста Молнию Кислоту И любую двоечку Молнию, кислоту И любую троечку Двоечку Ну да Троечку Двоечку В смысле По размеру А, ты хочешь Тон голема нафигачить? И зеленый кристалл Еще А то есть Тебе я давал уже Один ты мне дал за монстра А второй За то, что я Приважный вопрос Сейчас Иван А у вас есть котик? Спасибо Не написал донат И не ждет Тест К сожалению Позволь я Позволь у меня же Это Я закончу второй Просто ты начал Второй свой Да я закончу второй Это же Конечно Просто не путаться Я заработал Желтый кристалл Воткнул сюда Заработал две монеты Создал одну Получил три И получил два урона Да И получил И получил Раз Два Два Три Четыре опыта Четыре опыта Чтоб вы понимали Четыре опыта Четыре опыта Четыре Один с оружия Два с монстра Ты прям мощь Ты прям мощь Так Сейчас подумал Потащу ли я вообще Такие Такие вещи Умирать Не очень хочется Скажи мне Если я открою Свою способность Что ночью Могу бить Оставшихся монстров То я Я смогу Использовать поддержку Которая относится К той или иной локации Или мне Придется бить Без поддержки Тебе придется Бить без поддержки Без поддержки А вот Блин Качнуть Или не качнуть Вот же в чем Палый король На двоих Восемь раундов Да Цель заработать Больше победных очков Блин Блин Вань Че делать Че делать Вечером Я могу сбросить Две монеты Когда заканчиваешь Квест Блин Далеко ползти Так вообще невыгодно А давай мы этот Давай просто Я две оставлю В победные очки А два потрачу Чтобы На ярмарке Получать одну монету За каждого монстра Которого я убил Хорошо Как скажешь Наступает ночь Так А ты закончил свой Иход Да У нас ночь Соответственно Чатик не понял Про женщину-кошку И считаем Иван Об этом Все так и есть Соответственно Я хочу Отхилиться полностью А ты потеряешь Одну жизнь Окей И я не буду Пользоваться Своей вилкой Которая Восстанавливает Нам с тобой По одной жизни Так С этим что делать Просто сбрасываешь Возвращается На место А Его можно купить Серьезно Они возвращаются Обратно Конечно Вот это неожиданно было Я даже Собираюсь его купить В следующем ходу Угу Позор Соответственно У тебя есть Ночные вилки Ночных обилок Нет Тогда у нас Монстр Который может Сейчас тебя убить Надеюсь что нет Ну давай Пожалуйста Только не убивай меня Давай А нет Нельзя посещать монастырь Нельзя посещать Твоя южная лева А как лечиться Ну Прийти в деревню Прогнать всех монстров Ну Это же не лечит меня В смысле Ну ты Первым ходом Идешь в деревню Потом Идешь в монастырь Ну что такое себе Такое себе Да Согласен Блин Ну что такое себе Можно сюда прийти Полечиться А еще у тебя Билка Если ты за монетку Жизнь вставаешь Когда через реку Переходишь Да я понимаю Ну камон Ну дорого Да Ну что ты хочешь Так В любом случае На монастырь Положи пожалуйста Замочек Там по-моему Есть еще один замочек Есть Отлично И погнали Следующий раунд Я первый игрок Да Ты первый игрок Держи Я первый игрок Если я хожу Если я не дерусь А извините пожалуйста Монстры Простите пожалуйста Монстры Я так увлекся тем Что я Что я почти Почти добил Тимура Что Воспарил Но нет увы Так В лавке мага Я забыл Починить Одно Своё оружие Когда проходил Так что Можно я починил Это оружие Потому что Я очень хочу Показать вам Как сражаться С боссами Ну давай Как сражаться С боссами Очень хочу Показать вам И покажу Я пришел В донжен В донжен Давай я Открой Положи так Чтобы ребяткам Было видно Как ты сейчас Будешь его махать Да Соответственно Оружие мне Выбирать было Особо нечего Вот оно Два которые У меня были Не поломаны Но еще Эти заклинашки Есть Да В этом и суть Без заклинашки Я бы не пошел Соответственно Что у меня здесь есть У меня здесь есть Вот это Которое Хорошо подходит сюда У меня здесь Здесь есть Так 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 Нет Очень не хочется Класс Конечно Вот так Вот Да Закрывай кристалл Господи Не Не хочу закрывать Кристалл Больно Я хочу положить Вот так А нет Нельзя Потому что Это кусок С Ладно Хорошо Я сделаю Вот так У меня есть У меня есть Прекрасная Вот эта вещь И у меня есть Прекрасная Вот эта вещь А Нет Вот так Ложу И С учетом Двух заклинаний Я не получил Ни одного урона Я восстановил Одну жизнь Но к сожалению Это никуда И я получил 8 монет И Кристалл На мой выбор Я очень хочу Взять себе Синий кристалл Держи Подожди Давай лучше Не синий А красный Я придумал Стоитный момент Давай красный Вот сюда Красный Кристалл Может быть Тут синий Я успею Так Ты босса Замахал Да Это все Сбрасывается Это все Тратится А босс Остается У меня Окей Это был Твой Первый Ход Да А 8 монет Ты мне дал Да Конечно Я сюда поставил И забрал Так Я потратил Монетку Чтобы перейти Вот сюда И похилиться На 1 Хочу потратить Хочу потратить Хочу потратить 2 монеты 3 монеты Я потратил 3 монеты Хочу Во-первых Восстановить Одно оружие Можно? Можно Я считаю Что можно Восстановил Одно оружие Похилился На 2 И Разместил Это Вот сюда Так А мне нужно Размещать оружие Которое Тогда нет Мне нужно Размещать оружие Которое С кристаллом Чтобы получать Оттуда кристалл Правильно ведь? Да То есть Если я вот так Положу сейчас Я Прости Забываю Я сразу получаю Кристалл Когда я размещаю оружие Да То есть Сразу черный кристалл Получаю Окей Не самое плохое Так Да И все В этой локации Все Ты закончил Похоже на то А слушай А когда я выкладываю Не срабатывает Или только Когда в этой локации Нахожусь Я не получаю Опыт Вот за Нет Это Видишь Вот это Само действие Положай оружие А это Если ты сделал Это действие Получи еще Все Окей Получение опыта Это действие Локации Я понял тебя Давай у нас В этом раунде Будет веселая Атака монстров На нас Потому что Я пойду И сделаю А я не могу Пойти сделать Квест Потому что Здесь у нас Закрыто Вообще-то Да У нас и тут И тут закрыто Добрый вечер Добрый вечер Синий кристалл И зеленый кристалл Синий кристалл Кстати Меня более чем устраивает Я пойду все-таки Избавлюсь От этих страшных монстров От этих страшных монстров Тем более Когда я перехожу Через реку Я могу Установить оружие Я потрачу жизнь Чтобы перейти через реку И восстановлю себе Вот это оружие Нет Ты его сломал Соответственно Кроме этого Я в самой деревне Восстановлю еще одно оружие Супер И прогоню этих монстров Замочки уходят И получу синий кристалл Дай мне пожалуйста Синий камушек Да Держи Видимо вот сюда Да именно так Окей Тогда вот это открылось получается Это открылось Ох Крутой Спасибо тебе большое Спасибо Пожалуйста Потому что я придусь А Уже в этом смысла нет Я тут похилился Ну почему ты можешь получить Какой-нибудь полезный этот Вообще тебе много денег Можешь пойти заклинание себе купить Да я на самом деле могу просто Ну ах Много чего сделать Много чего сделать Но у меня еще оружие должно быть восстановлено Восстановлено Так Раз два три Давай мы знаешь что сделаем Я перейду через реку Заплачу монету Чтобы похилиться Угу И положу вот так вот Свой Арбалет Нет А да Арбалет Ты выполнил квест тоже что ли? Выполнил квест Раз два три Четыре Пять монет Какой ты коварный А что мне это дает Кроме монет Опыт Ну блин Как я и что-то Странно Что Жаль же они победные очки А ну да Понятно За меня несколько игроков Не делилось бы Я понял в чем смысл Просто если в этом толк Хоть какой-то Понимаешь У тебя оружие сейчас вернется И деньги это победные очки Так оно сломанное вернется Ну да Ну не знаю Ты лавку мага прокачала Сможешь дешевле купить себе победных очков Просто может тогда помахать Твой врагов Помахать неплохо да Но у меня два оружия Не самых И еще и без кристалла Поэтому Ладно Странный ход Надеюсь что я не ошибся с ним Я тоже надеюсь что ты с ним не ошибся Но возможно эта ошибка Будет создать тебе победы Да Скорее всего так и будет Обнови пожалуйста Магическую лавку В смысле прокачай магическую лавку Ты квест выполнил А я же квест выполнил Итак Здесь можно починить оружие И скидка на покупки Две монетки Окей Наступает ночь Я восстановлю всем две жизни И получу две монеты По жизни получу две монетки Окей Дай мне пожалуйста две монетки Держи Отлично И теперь У нас Нас атакуют У тебя же нет Обилок ночи А ты не прокачался ночью Нет Ночных обилок нет Очень жаль Почему Ну сейчас бы ты можешь монстра победить Ну да Я понимаю Так Соответственно этот монстр говорит Что мы не можем посещать ярмарку Этот монстр говорит Что мы не можем использовать зелье Камон Окей Это на самом деле Очень обидно Потому что Я не могу заканцелить Теперь эффект Хотя я хотел А этот монстр говорит Что мы не можем посещать Лавку магов Хорошо Можно положить мне тоже замочек Да Сейчас Потому что мой день настанет Я все исправлю Не переживай А ты все исправишь Да Я первым своим ходом Перешел День придет Да Перешел сюда Сбросил троих Тимур все исправит Да Какой ты хочешь получить Камень А там есть черный Там есть Черный Супер Все что мне было нужно И Восстановил одно оружие И видимо А И убрали замки Так Вот это у нас пришел Новый босс И он лежит в открытую Так Второй замок А я не клал Так Все Последний раунд у нас идет Пойти что ли босса прибить Что так быстро то Пойти что ли босса прибить Причем я своим первым действием Открыл локацию Подожди Это был последний А зачем А зачем я тогда это сделал А потому что я по другому оружие Не Ты хотел оружие починить Да Ты сколько оружия починил Одно Должен был два Одно за свою обилку Второе за этот За обилку Да У тебя обилка в деревне А в деревне же обилка Ё-моё же Ё-моё Ну вот такая 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 Ну да Блинский Так Хочу ли я пойти Хочу ли я пойти Подраться С еще одним большим боссом Правда у меня всего два оружия И одно Только заклинание С другой стороны Зеленый камень мне ничего не даст Босс дает мне любой камень А какой я в прошлый раз у босса камень взял Ты помнишь? Красный Я не помню Прости Или я вообще не брал у босса камень Я не помню Ну ладно Давай сделаем вид что взял Потому что я уже не помню Я пойду в логово И убью Да Вот этого чертова Или желтого Какой мне дает больше? Желтый мне дает 5 плюс 3 8 А этот мне дает Черный мне дает 7 7 Да А больше я не смогу Дилемма Да Вообще не говори А если я к боссу приду То тоже не смогу Кстати у меня обилочка же Какая-то была Ложди Давай ждем Желтый Давай пойдем Желтый камень Попробуем взять Блин я прокачал Я разрешал действие Ярмарки И не воспользовался Да Мне не хватило Из-за лока локации Я не смог это сделать Бывает Соответственно Я использую вот это Вот это может Даже не использую Будем сражаться Ага Ты можешь пока ходить Так То есть у меня последний ход Видимо да Так это пошло сюда У меня последний ход Ладно Это пошло Заплатил мне не ту лечку А зачем Сейчас мы посчитаем Сколько у меня осталось Раз два Четыре Раз два три Четыре Это пошло сюда Так вот пять Это пошло сюда Одна монетка осталась Чего потерять жизнь Я получил три раны А нет две Потому что у меня Мой вообще этот Устанавливает одно Закрыл И получил четыре монеты Дай мне пожалуйста Четыре монеты Сейчас Прости пожалуйста Я еще секунду Я считаю Конечно Вот так И вот так Заработали Поэтому нет смысла Я на все случай Хотя я все закрываю Оставил монетку Мало ли Короче Потерял жизнь Потерял жизнь Или надежно А три монеты Победное очко да? Пять Пять монет Я сказал три Но я был не прав Пять монет Победное очко Это многое меня Третье спросить Извини пожалуйста Здесь пятнадцать Блин я столько не зарабатывал Ладно Тогда Зараза Я тебе все испортил Ладно Потратил монеты Чтобы не терять жизнь Я буду драться с боссом А ты мне расскажи пожалуйста Что тебе нужно выдать Два опыта Четыре монеты И желтый пистол Четыре монеты И желтый пистол Вижу Четыре монеты Желтый пистол Точно Так у меня тут монетки остались Так у меня тут я прям это Я хочу выпить эликсир Чтобы использовать дополнительное оружие Это по моему читалось Это читалось Это второй ход? Да Так что ты можешь ходить спокойно Я могу ходить Куда могу ходить Еще одного монстра я убить не смогу Зеленый кристалл мне даст Очко И это даст мне чуть-чуть лучше курс обмена Или пойти на ярмарку Получить Блин Выводжиж Зараза Давай в лавкомагу я пойду Заплатил монетку переходя через Нет не монетку Жизнь Переходя через реку Соответственно Восстановил оружие Блин да камон Восстановил еще одно оружие Ну вот так А вот так мы Заплатил 10 монет Купил 3 разных заклинания 3 разных Подожди зачем тебе А не появлялись очки в конце? Каждая По сказке за 300 Тимур Ты не теряешь здоровья КГФ приходишь Каждое заклинание Одно очко Красавчики Спасибо ребятки Я заигрался Так Что ты там Что ты там Дай мне пожалуйста Зеленый кристаллчик Держи Так мы ждем Видимо Мы ждем Видимо меня да? Видимо да? Видимо ждем меня А потом я буду Отыгрывать страшных монстров Зачем я А зелье Блин а зелье Приносит что-то в конце? Одно очко Если ты его не потратил Зачем я его потратил? Ну не потратил Я думал мне не хватит Там не хватило Ну не потратил Все Ничего страшного Так Видимо так Я заработал 4 монеты 5-6 монет 6 монет Любой кристалл Это будет красный Это будет красный И 3 урона И 3 урона А монстр сам Отправляется Видимо сюда? Да Теперь в твоей П-1 очки Угу Итак У нас с тобой Наступает Ночь Если у тебя обилки на чем? Нет У меня есть Я хочу восстановить Одну жизнь И получить 2 монетки Так После этого монстры нападают Начиная с вот этого Этот монстр говорит, что В конце раунда Все персонажи теряют Одну жизнь То есть мы с тобой теряем Одну жизнь Блин, серьезно? И второй монстр Я же восстановил тебе Одну жизнь Я всем Я всем оставил Одну жизнь Хотя зря я это сделал Второй монстр Слушай, учитывая это Нет, пожалуй Я не застанавливал А ты монетки Тебе не получил? Мне не нужны Мне не нужны монеты Не хватит Окей А второй монстр Говорит, что Все персонажи С самым большим Числом свитков Теряют Ну, больше всего Их у меня Теряют Теряют один свиток Или две монеты Но я говорю Что я игнорирую Этого персонажа И получаю его кристалл Это черный кристалл И я полностью Закрыл свой амулет Крутой Держишь Долго ждал, блин Ты смотри Еще нужного цвета попался Нет, я видел Они здесь вдвоем лежали Поэтому я знал Но мне могло не повезти Что у него эффект С эффектом Я понял Который я не могу игнорировать Но мне повезло Окей Все, мы закончили Теперь мы считаем На самом деле Нету здесь практически Плэнсалата Зря ты так жестоко Не, не, почему жестоко Не, я просто Вот это вот Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь Восемь Это все мои Плэнсалатные очки Ну хорошо Девять Так, сейчас Десять То есть Все открытые оружия Двенадцать Все открытые оружия Да, одно победное очко Да То есть Так, четыре А, ну давай Тебя посчитаем Хорошо Здесь сколько у тебя? Двенадцать Так Но минус пять Это семь очков Семь очков Прибавляем амулет Соответственно Десять Двадцать Тридцать восемь Тридцать восемь Минус семь Сорок пять Сорок пять Плюс Монстра Давай Так, двенадцать Сейчас Да, ну я понимаю Сейчас просто десять Да, я понимаю Тоже жижу Так, сорок пять было Да Плюс пятнадцать Это Шестьдесят Плюс десять Это семьдесят Плюс восемь Это восемьдесят Плюс десять Это восемьдесят Плюс десять Это девяносто Девяносто семь Девяносто семь очков Да Ты неплох Так, ладно, посмотрим, на что я оказался способен Итак, 10, 20 Блин, мне так неудобно Это пятак Итак, 10, 25 и 12 Это 37 37 и 3 Да, за боссов не дает опыта 40 1, 2, 3, 4, 5 Это 3 43 43 44 45 46 очков 46 Здесь 20 66 76 79 Че так мало? А у тебя 90? У меня, по-моему, 93 79, а че ну так мало очков? А почему че монстр так мало? 10 плюс 10 Ну типа здесь 20 Здесь 10 33 очка у меня за монстров Че-то мало Мне не нравится 33 36 40 50 50 50 80 У меня 47 очков за монстров 65 65 65 И 15 80 Ой, я не прав... Слушай, я не правильно посчитал Блин, мне нужен этот Нужен трекер Калькулятор? Нужен трекер Или что-нибудь, да Ты знаешь, калькулятор? Что ты не правильно посчитал? Типа сейчас Я просто по одной цифре это сделал, чтобы не запутаться Я их суммирую и не это 11 11 13 17 23 26 32 37 37 И 3 40 40 И 5 45 46 47 48 48 68 78 81 очко Все, нормально 81 очко, вот теперь все Ну у меня просто монстров больше То есть я просто убил больше монстров Здесь по балансу могут быть какие-то опечатки, к сожалению Поэтому на баланс не смотрите Мы сейчас больше смотрим на геймплей Все будет проверено Насколько я вижу Мой клерик был немножко читерский Потому что, по-моему, в последней версии у него В монастыре должна быть один меч, а не два Поэтому Но ты восстанавливал Ты реально не испытывал проблем с тем, чтобы восстанавливать Испытывал Да ладно, мне приходилось ярмарку регулярно посещать Но при этом у тебя есть клевая обилка на ярмарку Которую ты просто поздно довольно открыл Но если бы ты ее открыл чуть раньше, ты мог бы на это прям У меня был выбор открыть игнорирование щитов Что вообще на самом деле критичная штука Или зарабатывать деньги Что мне деньги, когда щиты не позволяют легко убить монстров? У тебя была еще обилка Ты мог еще на самом деле просто деньгами Дамажить монстров? И дамажить монстров ты мог деньгами И ты мог еще за деньги покупать со скидкой большой Видишь, у тебя есть скидка, которая тебе позволяла покупать Да, она тебе позволяла покупать заклинания Ну не с большой, за одну монетку Одна монетка с скидкой всего На каждое? Ну да Ну это скидка в три монетки, если ты закупаешься оптом довольно много А, ну я понял, да Ты как бы оптом закупаешься, у тебя за счет этого много этих То есть они довольно хитро сбалансированы Плюс ты не разблокировал свою ночную обилку Я разблокировал Вот, поэтому опыт немножко тоже рулит Ну понятно Ну это было близко, я даже умудрился помирить Мне, подожди, я набрал 81, а если бы я закрыл весь амулет, я набрал бы 92 очка Да Это мы бы с тобой разошлись вообще там какие-то две крохи Одно очко получается, да Крохи просто Ну я немножко не успел Чуть не подвезло, когда вышли монстры, закрыли локации Да, 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 это было прям очень достопо для тебя Да, я потерял целых два хода, считай, для набора очков 97 и 81, но ты 97 набрал То есть, ну все равно Разница была бы сильно меньше 11 очков, но это много Так что, вот Прикольно Я, честно, не знал, что ждать от Махача в стиле Полимина Мне разные рассказывали, кто в тестах участвовал Ну, не знаю, прикольно убивать Вот насчет, я слышал про даунтайм, типа говорили Но вот я думаю, что если играть не вдвоем, втроем, вчетвером Ты реально... Часики-часики перебрежешь Я вот, мне интересно, ну, вживую попробовать, как это работает В том плане, что я реально сходил, начинаю махать И пока до меня ход доходит, ну типа у меня уже, ну, у меня созрело решение, что сделать Никто меня не ждет Я начинаю действовать Да И хочется понять То есть это как идея, круто Мне хочется, ну, прочувствовать, как это на практике работает Ну, работает ли это или нет Ну, я думаю, раз в этот тест, наверняка это работает Иначе этого не было, скорее всего, в игре Ну, так прикольно Я видел там, ребята в чате писали, что типа поле большое, пространство много Ну, наверное, просто в угоду дизайна, в угоду, ну, типа красоте сделано Ну, так-то с дизайном игра прикольна Мне нравится, что персонажи симметричны Это вообще-очень круто Они очень симметричные Вот, да, они прямо вот разные-разные Мне очень нравится арт игры Вот Не знаю, прикольная Прикольная, легкая и такая И плохо Соответственно, чуть-чуть расскажу, что мы не показали Здесь будет еще кооперативный режим Его, по-моему, нет пока в этом прототипе Соответственно, о чем он отличается, да У нас нет победных очков В зависимости от того, как мы хотим играть Если мы, например, хотим играть с детьми То мы можем играть в открытую с целями То есть у тебя есть цели личные, цели общие Общие цели, они одновременно являются трекером поражения То есть если ты их Если ты их выполняешь, то у тебя одно из условий поражения отменяется Если ты их не выполняешь, то у тебя условия поражения, которые будут тебя бить Например, там, что не должно быть монстров в деревне Или что больше какого-то количества Или что должно быть больше какого-то количества смерти и так далее. Соответственно, эти цели, если ты выполняешь, то тебя становится чуть проще. Вот. А чтобы выиграть, мы должны выполнить и все общие цели, и все личные цели. Вот. Другой вариант — это кооперативный режим, закрытый. Соответственно, мы должны выполнить, чтобы выиграть, выполнить все общие цели. И если ты хочешь персонально выиграть, ты должен выполнить еще и свою личную цель. Вот. При этом личные цели мы держим закрытую, и, ну, ты не очень хочешь, чтобы другие игроки выигрывали, ты хочешь выиграть сам. Ну и прикольно. Вот. Соответственно, оба... Там есть несколько вариантов сложностей, то есть ты можешь... Вы можете выбирать, насколько хардкорно играть, и если вы играете с... с, соответственно, не кооперативным вариантом, то лучше, конечно, выбирать сложность повыше. Плюс здесь можно также обмениваться. Мы с тобой это не использовали. Вот. Но, возможно, это... Но у нас соревнования и какое обменивается? Даже в соревновании это может быть полезно, например, из разряда, что у меня могли быть там... У меня, например, был лишний зеленый кристалл, который я мог бы тебе на что-то поменять и так далее. На черный, например. То есть мы с тобой могли кристаллом поменяться, или мы с тобой могли, например, поменяться, если мне много заклинаний, я мог бы тебе их за что-то продать. Я понял тебя. У меня единственный момент игры, который для меня не раскрылся, это квесты. То есть я, допустим, второй квест выполняю, я не понял, зачем я его выполнял. В том плане, что он мне победных очков не даёт. Денег он мне особо много не приносит. Один кристалл, я потратил два оружия, я потратил два хода, чтобы выполнить квест. Для тебя не раскрылись квесты, потому что я их не выполнял. То есть я для тебя их испоганил, к сожалению, немножко, потому что я туда не ходил. То есть так бы ты мог за квест, за один ход, если бы ты использовал, например, если бы ты пошёл по другой тактике и использовал для квестов оружие и заклинание, например, потому что у тебя есть возможность дёшево их покупать, то ты бы за один ход их сразу выполнял, и это бы тебе давало большой буст. Ты бы возвращал обратно все деньги, плюс получал кристаллы, плюс получал опыт. Я понял. Я понял. И тем не менее, ты типа, смотри, я сходил куда там? Я в волшебную магическую лавку, я закупился магией, чтобы махать монстров и дополнительно выполнять квесты. Но в итоге, выполнив квест, даже если я это делаю я в один ход и трачу магию, то тратить магию на сражение с монстрами кажется более выгодно, более полезно, потому что монстры тебе приносят не только кристаллы, но и бесценный опыт. А тут как бы и монстры позволяют тебе через оружие приносить 2-3 опыта. Да, да, конечно. Монстров убивать выгоднее, просто монстры у тебя ещё и жизнь убирают, поэтому квесты это не столько альтернатива монстрам, сколько это дополнительный какой-то способ ещё что-то получить, ещё дополнительно прокачаться, чтобы прийти к монстру сильнее. То есть здесь игра построена таким образом, что у тебя в первую волну квесты чуть выгоднее монстров, во вторую волну квесты менее выгоднее, чем монстры. То есть ты уже во втором этом прошёл, то есть игра больше заточена на то, что мы вначале прокачиваем поле, а потом на этом прокачанном поле живём. Ну, может быть на большее количество игроков это как-то... Или в коопе это лучше работает. Или в коопе, да. Потому что на двоих я вообще не хочу. Смотри, у тебя не было... Например, у меня была способность, твой персонаж не очень заточен на квесты. У меня, например, была способность, что я могу использовать потраченное оружие на квесте. О, это очень круто! Соответственно, у меня сразу появляются больше инициативы. Я на квестах мог не дамажить пушки, но типа... В смысле, ты выкладываешь пушку на квест, и она тебе приходит целая. Я понимаю, да, я понимаю. У всех персонажей есть что-то на квест, которое тебя сразу как бы квест оправдывает. Я понял. Ну, согласись, что вот само как бы восприятие квеста как вот какой-то единицы, вот чего-то, да, это что-то, куда я пошёл, выполнил заданку и получил награду. То есть, типа, нашёл какой-то предмет, нашёл новую пушку или там, не знаю, какой-то артефактик. Получил кучу бабла и кристальчик. Я не испытывал. Ты испытывал проблемы с деньгами? Я вот что-то не испытывал. Испытывал прям жёстко. Да, я... Мне всё время не хватало, я еле-еле накопил на заглядание. А ты ни раз заглядание не покупал? Я думал, но я вот без заклинаний замахал босса. Я вообще потом, когда ты пошёл... Ой, извиняюсь. Когда ты пошёл и убил босса, я подумал, а фиг ли я не пошёл босса бить просто так, без заклинаний. Тем более у меня вот эликсирчик такой был на всякий случай. Можно было бы тремя пушечками потенциально его замахать. А мне кажется, сложно и там можно там... А ты, кстати, отнял свои пять очков для себя? Да, конечно. А, так ты ещё и 102 очка набрал без него, да? Жук. Какого? Без кого? Без смерти? Без смерти, да? Это, получается, 120. Ну, не 102, но меньше. Ну, это 97 было. 97, разумеется? Да, 97, ребят. А. Ну, видимо, да. Так что... Не, в целом... То, что я умер, я жизнь восстановил. То есть, минус пять, но я всё равно, типа, какое-то количество хода я получил немножко. В плане? Ну, я... За то, что ты умираешь, ты же жизнь восстанавливаешь. Так. То есть, так-то у меня была бы, типа, одна жизнь. Так. Но... Это темпо мне дало, скажем так. За то, что я умер. Ну, типа... Ну, ладно. Ну, то есть, это не чисто пять очков. Это не чисто... Смерть – это не чисто минус пять. Это чуть-чуть лучше, чем минус пять, потому что ты все жизни себе восстанавливаешь. Ну, я понимаю. За счёт этого получается, что это темп дает. Ну, типа, не тратишь ход на посещение монастыря, например. Да, да, да. То есть, сразу оттуда можно идти опять снова как будто махать. Да. Ну, да, согласен. Это интересно. Да. Вот. Понравились как задизайненные монстры в плане... Я... Я... Когда-то мне только, ну, показывал сегодня, когда приехал, что ты должен... Ну, так ты прикинуть, какие пушки ты будешь использовать, потом переворачиваешь. Я не понимал, нафиг это нужно. Пока вот сейчас не поиграл. Это прикольно. И мне понравилась идея того, что они сбегают... Ну, то есть, не сбегают, а как бы атакуют поселение через эти обилки. Это прикольно. Здесь очень много интересных дизайнерских вещей, которые симпатично выглядят и в них приятно играть. Вот. Прикольная игруха. Там я видел комментарии, что мы что-то долго играли. Но, честно... Да, мы где-то играли, наверное, около часа на двоих. Но вот, честно, не ощутилось. Не ощущалось. Мы передавали ход друг другу, когда мы начинали махать монстров. И как раз вот эта система на двоих, она легко работала. Ну, плюс я подозреваю, что мы с вами не самые долгие игроки, наверное. Ну да. Ко всему прочему. Вот. То есть, именно время партии внутри нее как бы не ощущалось. Поэтому. Ну, не знаю, когда на трех-четырех. Там меньше раундов. Нет, нет. Как бы у тебя же раунд короче от этого не становится. То есть, вы же все равно играете по очереди, тебе приходится ждать. То есть... Ну, ты понял, что... Что имеется в виду. То есть, у тебя каждый раунд в любом случае, ну, дольше получается все равно четыре человека ходят, как ни крути. Не совсем. Потому что у тебя самое долгое это как раз добить бои. Поэтому у тебя за счет того, что большая часть хода идет одновременно, оно по времени получается компенсирует друг другу. Ну, типа плюс-минус так же, да? Да, да, да. То есть, у нее продолжительность примерно так же. Единственное, что она на пять, она ну, подлиннее, чем на четверых. Угу. А, она на пятерых, да, максимум, уже? Да, да, да. То есть, это игра, в которую можно играть пистером. И, по-моему, самое главное, как бы, ее достоинство в том, что она дает ощущение, которое никакая другая игра не дает. Угу. То есть, ты вот думаешь, на что это похоже, и сложно сказать. У меня в голове вообще ничего нет. Я не могу назвать, на что это игра похоже. Ты меня, кстати, просил сравнить с Kingdom Rush, с боевкой. Ну, типа там, условная боевка. Но... Ну, нет, это вообще... Ну, ты, боже. Представляете, игнорируется, просто Джимми. Эм... Сейчас посмотрим. Эм... Что я хотел сказать? А, вообще, абсолютно разные. Абсолютно разные вещи. Ээээ... Там ты пытаешься заполнить... Эээ... Заполнить, как бы, все символы, чтобы просто целиком убить. А здесь ты маневрируешь между тем, что тебе дано. Ну, типа, ты должен убить, при этом ты стараешься меньше отхватить, больше заработать. Плюс кристаллы на амулет. То есть, здесь... Ну, или это боевка. Здесь, да. Это типа изобретательнее оно выглядит. В Kingdom Rush оно такое более... Ну, это прозвучит грубо, типа более по-тупому. Но... Kingdom Rush хорошо сделан, тем не менее. Просто... Ну, прям примитивней. Ты просто должен вот позакрывать и все. Ваня, почему на Skytopia нет мужика с бородой? Точно ты? А там голем не с бородой, нет? Да, да, да. Он есть, просто он на самом деле внутри коробки. А-а-а, понятно. Джамиль пишет, планируются ли еще персонажи? Зависит от того, я думаю, как пойдет игра. Если игра пойдет хорошо, то, конечно, персонажи отлично пойдут в дополнение. Допчик вот это все, конечно. Ждите на просторах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!